Фойе Брестского дворца культуры профсоюзов на несколько часов превратилось в большую и шумную творческую мастерскую. Сюда пригласили финалистов районного конкурса «Моя малая родина», посвященного тысячелетию Бреста и талантливых учащихся Московского района, чтобы подвести итоги творческого состязания. В конкурсе рисунка, который провели в Московском районе Бреста, приняли участие 164 юных художника. В финал попали 45 работ, из которых жюри выбрало 9 лучших. Еще три автора награждены специальными призами за особый стиль и художественное воплощение идеи. Мы решили в рамках праздного тысячелетия провести такой первый конкурс. Я считаю, что он у нас получился. Я думаю, что это первый шаг у нас, и он станет традиционным, потому что видно, что есть желание у детей. И мы специально совместно провели этот конкурс с нашим общественным объединением мастеров. И я думаю, что это полезно как для них, так и для наших деток, которые могут где-то подчеркнуть какие-то навыки, какое-то уже у мастеров именитых. Работа замечательная, они разные по содержанию, с общей темой. Это моя малая родина. Дети вспоминали, что они делали летом, что было на каникулах, и вот рисовали то, что было мило их сердцу. Организаторами большого творческого проекта, приуроченного к миллениуму, выступили Брестское межрайонное общественное объединение мастеров изобразительного искусства, художественного промысла и ремесел вместе с администрацией Московского района. И общение мастеров с молодежью – важная часть мероприятия. В тайны создания текстильной куклы ребят посвятила Ольга Сандрикова, а Галина Масюк – в тонкости работы в стиле пэтчворк. Секретами своего творчества поделились художники Игорь Потейчук и Ирина Тешкина, Светлана Прилудская и Наталья Олехно. Под руководством опытных наставников юные авторы осваивали тонкости живописи. Я в первый раз попробую рисовать акварельными красками. Мне это очень понравилось, и в дальнейшем, думаю, продолжу рисовать акварелью в школе. Нравится природу, люблю на ткани рисовать, на компьютере. Можно посмотреть в окно, найдешь из снега какие-нибудь фигуры, можно увидеть в небе из облаков. Скульптор по дереву Александр Лазерко – мастер в Бресте известный. Ему подвластны самые тонкие нюансы работы с живым материалом. А еще художнику очень нравится работать с детьми. В учениках, считает Александр, наставник видит свое продолжение, вкладывая в каждого частичку души, передает секреты народного промысла и ремесла. Когда видишь его клады, его работы, его заинтересованность, то он с ним дальше и дальше работает. И себе даже получает само удовлетворение, что это сегодня зря проходит. И понимает, что это ему пойдет в дальнейшем на пользу. Он сам это осознает, что это ему интересно. Это самое главное. Когда работаешь деревом, его нужно просто почувствовать. А дерево теплое, живое. Когда в руки возьмешь, вся теплость тела, оно придает сюда. Если будешь в одном согласии с этой природой, то работа не всегда получится. Потому что все надо делать с любовью. Между тем, в планах общественного объединения под руководством Сергея Ковалевича расширить границы проекта и привлечь к конкурсу учащихся Ленинского района. Этот проект не последний. У нас будет продолжение, фестиваль. И не только по району, но по всему городу. Так что тысячелетие Бреста празднуем достойно. В этом году мы заложили тоже хорошую традицию. Те конкурсные работы, которые победили у нас на конкурсе, и потом еще которые делали на мастер-классе, мы передаем для наших домов, детских семейных домов, которые, я думаю, что украсят эти дома и тоже создадут какую-то праздничную и радостную атмосферу. Ирина Ольшова, Павел Малашинок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.